Утро под серебряным дождём — Да, это ещё в прошлый эфир у нас созрела такая идея, я сказала, что периодически буду приходить сюда с интересными книжками, самыми разными, пусть это будет хорошая традиция, может, не каждый раз, но иногда. И вот у меня в руках очень классная книжка. Я вам честно скажу, я не знаю, где её купить, но знаю, где найти онлайн все эти рецепты и описания в видео. — Это называется «Русский завтрак». — Проект запустился в 2023 году. Это культурно-гастрономический проект, где собрали 15 шеф-поваров, если не ошибаюсь, 15, да, ну около того, и разных гастрономических энтузиастов России из разных регионов. — И спросили у них, что вообще в вашем регионе принято добавлять в обычные блюда совершенно типа, например, яичницы или каши. Оказалось, что у всех это совершенно по-разному. Ну, например, в Сибири один из сибирских шеф-поваров предложил омлет с муксуном. — Что такое муксун? — Это рыба. — Да, но это, на самом деле, совершенно нормальный вопрос для жителей, скажем, там, вот региона. — Я не знала, что это такое, правда. — Я вот сейчас смотрю на карту, она у меня просто перед глазами книга, я держу её в руках, очень красиво всё оформлено, небольшая, как надо. Мурманск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Уфа, Пермя, Новосибирск, ну, конечно, во всех этих местах просто разная база продуктовая, поэтому разные вкусы. — И в этом смысле, конечно, то, чем завтракали в Уфе, например, вообще никогда не будет пересекаться с, ну, может быть, какие-то, в принципе, вещи такие, что это выпечка, её же пекут, ну да, тогда похоже, а в целом нет. И поэтому у меня и вопрос к слушателям. Сейчас я буду обо всём этом рассказывать, и об истории русского завтрака, как он менялся, и о том, как завтракают в разных регионах. А вы, пожалуйста, подключайтесь, рассказывайте, во-первых, что принято у вас, чем сейчас завтракаете чаще всего, например, какой у вас праздничный завтрак, которого вы прям ждёте, если у вас на это есть время. Или, может быть, вы вспомните какие-то завтраки, которые вас просто зацепили где-то. Например, мы так в Казани позавтракали, как нигде не позавтракали, потому что, двоеточие, и пошёл взять пахать. Да, как говорится, ох, помню я этот бутерброд с трюфелем где-то на югах Франции. Это тоже приветствуется на Плюс 7-9377. И о бутербродах тоже поговорим. Оцельная тема. Конечно же. Присылайте нам свои, может быть, рецепты, воспоминания, то, что вас когда-нибудь поразило. Спустились вы в турецкий отель, в Ультро-Ол-Инклюзив, а там такой завтрак, что ты думаешь, что бы съесть. Вот в Японии, я знаю, непросто, особенно если в этом отеле нет европейского завтрака випризированного, потому что японцы завтракают, ну, таким, лапша, суши, какие-то супы. Кстати, да, это распространено в Азии, вот этот вот фобо, который мы едим, да, как такое главное там блюдо стола. А у них это завтрак? Это да, это суп завтрак. Ну, в Москве с похмельного утра тоже фобо ещё как едят. Но вот там человеку с непривыкшему к этому будет не очень комфортно. Служновато, да, наверное, построить. А с другой стороны, понимаешь, ну, как бы желудок у тебя всё равно ответит. Он найдёт ответ на всё то, что ты туда засунешь, как бы то ни было. Ну, мы сейчас будем говорить про, вообще, в принципе, про историю, обязательно перейдём, начнём, скажем так, с этого. И оказывается, что есть суп на завтрак, это не какое-то извращение, это исконно русская традиция. Ну, как, опять же, понимаете, когда передо мной сейчас вот эта карта, говорить русский завтрак, у меня язык не поворачивается, потому что это что вообще за зверь такой? Ну, вот это как может пересекаться с тем, что в Новосибирске и, скажем, в Мурманске или Краснодар? Вот от Краснодара, например, до Новосибирска, ну, прилично, да, согласитесь? Ну, и там, и там есть берёзы. Да, и там, и там, наверное, блины пекли, согласна. Берёзовый сок может нас объединить тоже в конце концов. Ну, да, или каша тоже, наверное, везде примерно одинаковая, но с добавками с разными. А, кстати, каша, вот интересно, она, в принципе, является нашим таким вот или... Да, на сто процентов, но вот благодаря, например, в том числе этому проекту, который называется «Русский завтрак», вы, кстати, можете в любом поисковике забить и найти все видео, рецепты и вообще, как это всё происходило, фотографии. Интересно, там есть что почерпнуть. Там как раз говорится о том, что каша, да, это было всегда, но есть нюанс. Сейчас мы её воспринимаем в основном как что-то сладкое, либо, ну, типа не сильно сладкое, но с допами фруктов, там, например, сухофруктов, мёда, всякими такими добавками. Но она вообще изначально не была у нас сладкой. Это была крупа, в которую добавляли, ну, молоко, если оно есть, это хорошо, а так-то, конечно, на воде, и добавляли уже что-то не очень сладкое, разные всякие вещи. Притом, знаете, мясо тоже как бы это не каждодневная история, как вы понимаете. Конечно. Каш было очень-очень много, ну, например, вот какой-нибудь эстрагон там найти было, это нормальная тема. Плюс семь девятьсот три, семь девять, семь шесть три, три, давайте сделаем сейчас небольшую музыкальную паузу, кардинально сменим стилистику первого часа. Я думаю, что от этой композиции олдскулы сведёт уж точно. Я не буду её представлять. Паша Катьяна, стиль серебряного дождя, завтраки обсуждаем, можно уже продолжать, я как раз себе заказал его. А на сколько у нас вкусных сообщений здесь с ума сойти, вот пишут, что лучший завтрак это блины со всем возможным, рыба, колбаса, мёд, сметана. Вот, это то, что не изменилось, кстати, это круто, потому что так, как изменились традиции в этой стране завтракать за последние несколько веков, не изменилось вообще ничего, мне кажется, если честно. Я просто наткнулась на все эти разные статьи классные, при том я брала только проверенные источники, например, там, журнал «Гастроном», который я точно знаю, кто главред и что он в адеквате. Вот такие вот вещи, да, а потому что просто можно найти очень много всего, но это не факт, как бы, что будет правдой. Вот, а здесь опираются на разные статьи интересные, которые были написаны когда-то в Петровском Вестнике, например, чем петербуржцы завтракали и так далее. В общем, удивительно, действительно, что очень сильно изменилось, потому что завтрак христиан и дворян, он в чём-то был схож по своей сытности, как ни странно, да, но, конечно, имел совсем разные продукты. Это такой, знаете, неочевидный синоним нынешней яичницы и бутерброда. Бутербродов вообще, друзья, не было никаких. Бутерброды — это было что-то... Вообще, с петровских времён они были известны нашему человеку, но они использовались как? На постовом столе. Что такое постовой стол? Примерно, да, все знают. Когда люди зашли только в гости, им ещё надо пообщаться, а уже хочется с мороза что-то перекусить и выпить, то там стояли как раз бутерброды. Это была какая-то буженина, нарезанный хлеб. Ну, что-то типа буженина, скажем. Но вот потом в моду входит масло. Его же не было. Масло как бы в том виде, в котором мы себе его представляем, как сливочное, его просто не было. И вот оно входит в моду, его ещё называли чухонским, потому что делалось в Финляндии. И когда оно стало в производстве в больших городах хотя бы присутствовать, и можно было отрезать кусок, положить на хлеб, это стало уже чем-то таким традиционным. Вот отсюда уже пошли бутерброды. Дальше идёт, уже стартует история СССР, где бутерброд возведён в культ. Но сделано это было, кстати, по политическим во многом соображениям, как ни странно. Представляете себе, просто бутерброд и политика. Во-первых, появилась в 30-х годах разная всякая колбаса промышленная, так что просто взять батон, отрезать и положить. И для чего всё это делалось? Для того, чтобы у советской женщины были разгружены руки. Ну то есть, чтобы она до утром не стояла где-то у печи, не выпекала там с нуля хлеб и так далее, чтобы она могла взять уже готовый заводской хлеб, и чтобы это было не обременительно, потому что советский человек рассуждал, как, если это дорого, то я не буду, я уж сам как не буду. Должно быть доступно. Это должно быть супер доступно. Вот эта вот колбаса и это масло, оно должно было быть доступным и лежать в холодильнике. К чему это всё пришло в конце, в Советском Союзе промолчу, конечно, вот. Но, как бы, идея была классная. Кстати говоря, у нас одна из первых стран в мире, которая вообще пыталась практиковать доставку еды. Даже, я бы сказала, не доставку, а вот Dark Kitchen. Доставка всё-таки это слишком круто. Вот. А Dark Kitchen, да, рядом с заводами были как бы столовые, где можно было купить абонемент. И вот женщина, получается, выходила со своей смены с завода. Это вот трёхгорная мануфактура. Например, пожалуйста, она до сих пор у нас сохранена. Сейчас там одни рестораны, шоурумы, а раньше она, конечно, работала как мануфактура. Вот она выходила оттуда и могла подойти к этой столовой, и ей в судок, так это не контейнер, пластиковый. Давали ужин или обед. Да, но почему-то не пошло. Вот непонятно почему. Либо не устраивало по цене, либо не устраивало, что это всегда только один вариант. Ну, я имею в виду, что нельзя выбрать, да, то есть сегодня у нас там макароны с котлетами и всё, больше ничего. Именно по этой причине активно у нас начали появляться в советские времена магазины кулинария. Это тоже изобретение советское, где продавались все полуфабрикады. Мало где, ну сейчас в супермаркетах привычные продаются кулинария. А тогда это был прям отдельный магазин кулинария. Либо он был пристыкован к какому-то продуктовому магазину, либо был просто отдельным. И вот там вот эти ужасные замороженные биточки из мяса каких-то животных, да, и так далее, и тому подобное. Ну, вот это рассчитано было на то, что ты взял, принёс домой, на сковородку бросил, разогрел, приготовил, вот тебе готова еда. Dark kitchen. Dark kitchen, фактически, да. Просто не было микроволновок. Я искала, где же самое первое упоминание о завтраке. Так вот, представьте себе это слово о волку Игореве, как мы помним, 12 век. Ну, да, в Мерсане. И оттуда мы узнаём, что князь Игорь во время своего бегства из-за половецкого плена бил гусей и лебедей к завтраку. И это было нормально. Ну, то есть сейчас, конечно, позавтракать лебедям мало кому придёт в голову. Хотя, если у нас есть такие слушатели, можно я вам стоя поаплодирую, пишите, что вы есть. Признавайтесь, кто завтракал лебедей. Да, кто ел лебедей. Между тем, завтрак в нашем далёком прошлом, ну, таком более-менее, знаете, всё-таки не совсем уже там Русь, удивительным образом отражал социальные контрасты, одновременно сближал людей разного достатка. Я объясню, как это происходило. Ну, чашка кофе и хлеб с маслом тогда вообще было. Этого не было просто. Ни кофе, ни масло, ни хлеб. Ну, хлеб был, ладно. И при этом, в общем-то, нужно было проработать в поле. Обмолачивать рожь, косить, колоть дрова и так далее. Надо было как следует наесться. Поэтому что выбирали? Чаще всего это действительно была каша. Тут вы правы на сто процентов. Просто я сомневаюсь, что она была каждый день на молоке. Потому что у кого-то там была корова. И, оказывается, корова не круглый год даёт молоко. Тогда, когда ей это положено делать. Ну, конечно. Вот, поэтому, да, чаще всего каша была на воде, естественно. Нередко была привычка есть на завтрак похлёбку щи. И, кстати, в основном они были вчерашние. Ну, вот суточные щи откуда пошли. То есть на завтрак, на самом деле, чаще всего доедали то, что не съели. Просто я бы сказала, что не то, что не съели, а то, что оставили у сужина. Да, просто специально для завтрака. 1 января — это самый разнообразный завтрак. Это то, что самое нам пишут в нашей сложности. Самый богатый стол такой. Самый богатый стол. Кстати, тоже один из моих любимых, действительно. И вот эти щи, они были хороши не только наваром, потому что есть же они ещё и постные. А вот сколько возможностей съесть под них к краюху хлеба. Потому что как раз давали кусок хлеба к любой похлёбке, собственно. И вот это уже были калории. Это уже было на что-то похоже. В праздники хозяйка могла блины с утра испечь. И чарочку подать. А об этом тоже поговорим. Вы не представляете, как петербуржцы в 18 веке завтракали. Не было такого завтрака где-нибудь в туверне или в ресторане, который бы не сервировали по желанию графином водки. Нормальная была тема. Прекрасная. И подавался он, между прочим, в 12 часов. Так что не надо мне тут рассказывать, что это мы тут с Патриков придумали. Подожди, а вот мы, по-моему, в одной из прошлых программ обсуждали завтрак. Самый дорогой завтрак в 72 тысячи рублей. Куда входит там чёрная икра. Как раз литр, по-моему, водки премиальной. И что-то там ещё. Сейчас это такой экспириенс, понимаете. А раньше это повсеместно было. Да, это скорее на туристов было. Люди не ждали повода, чтобы так позавтракать. Они просто шли и завтракали. Да, там нужен повод. Минздрав предупреждает. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А потом дальше, если источники смотреть, очень здоровское описание российского огородника Ефима Грачёва. Очень известный человек в этой отрасли. И нанимая мужиков на работу, он всегда обеспечивал им завтрак. И это были как раз щи и хлеб, но без нормы. То есть своего рода шведский стол. Они могли сколько угодно подходить к этой кастрюле. Сколько угодно отламывать именно вот этот хлеб. Но каша тоже полагалась. Но знаете, что интересно? Она была либо овсяная, либо пшённая. А вот гречневую он ни в коем случае не давал. По какой причине? Потому что она считалась очень нежной. И она такая и есть. И быстро переваривается. Ну типа зачем мужика кормить гречневой кашей, если он через час захочет есть опять? Это что вообще такое за расточительство? Как интересно. Я всегда считал, что в гречке очень много минеральных веществ. Да, она полезна. И она насыщает. Всё здорово. Но она просто быстрее переваривается. А это исконно русская крупа интересная или нет? Я думаю, что уж с гречкой-то не было, скорее всего, проблемой. Я больше нигде, кстати, не слышала. Я нигде больше не вижу гречки. У нас, конечно, крупы тоже несколько отличаются. То, что мы сейчас видим. Потому что их же культивировали там, да, по-разному. И вот сейчас мало кто там, допустим, полбу покупает. Я бы сказала, что это сейчас такое течение модное, полбу купить. Полбинная мука. Ну да. Но вообще в целом это было в тренде на заре человеческих цивилизаций. Потом это как-то подзабыли, эту полбу. За имением других классных групп. Сейчас начали опять вспоминать просто, потому что стильно, прикольно. Про гречку очень забавно. Я читала, что российские мигранты, которые живут, например, в Германии, они в крупных корпорациях на обеде узнают русского, потому что русские приходят с гречкой. Больше никто её не ест. И они просто сразу видят земляка издалека. Ну и вот мне, знаете, что тоже интересно, что если вы думаете, что завтрак какого-нибудь дворянина или помещика в 17 веке был как-то легче или как-то отличался, да, продуктами отличался, но он не был легче вообще, потому что он тоже был в движении, у него просто были другие заботы. Ну вот, например, ему надо было проскакать там 20 верст на охоте, надо было там объехать всё своё хозяйство везде, там, догляд нужен, там, не знаю, выпороть кого-нибудь на конюшне. Короче, много разных всяких задач, которые нужны, да. И нужно сделать, и нужно быть к этому готовым, и иметь много сил до обеда. Поэтому завтракали чаще всего тоже остатками вчерашнего обеда ужина, между прочим, в этом смысле не было. Только там остатки были другие, там была уже буженина, жареное мясо, соленье, яйца. Икорчик. Студень на завтрак какого-то нормальная была тема. Если в холодном виде, да, главное студень не разогревать с холодцом, это уже тогда будет совсем сложный завтрак. Это будет суп. Хаш это будет. И даже они имели возможность завтракать пирогами и блинами. Но еще тогда чай не вошел в моду. Ну, то есть не вошел в широкий быт. Запивали квасом и кислыми щами, ребят, вот этим отваром от супа, в принципе, запивали. А как же медовуха, вот эти все наши напитки? Ну, есть сбитель, например, такая история, да. Сейчас, если честно, вот мы вроде как вспомнили, что, ой, наш сбитень, наша национальная история, это классно, его можно на ярмарках зимой купить, но он такой везде невкусный. То есть, как правило, он суперсладкий, он и должен быть сладким. Ну, просто для нас вот сладость такая чрезмерная, она уже не нужна. Это уже, да, для нам это уже приторно. То есть если когда-то на ярмарке вот такому человеку, ну, такому человеку того времени дать вот этот сбитень, как сейчас у нас развивать день в парке Горького, он бы сказал, о, так сладко, так вкусно, вот это да. Потому что просто, в принципе, ощущение сахара, да, и сладкого во рту, это было, знаете, ну, нечасто. Вот. А для нас это, конечно, тумач. Ну, то есть как-то не хватает вот каких-то более глубоких вот вкусов, ноток там, ингредиентов, какого-то разнообразия, потому что если ты пьёшь и чувствуешь только сахар, ну, такое мы можем... Ну, это как с калачом, который... И с кока-колой сотворить. Помнишь, ты рассказывал про калачи, которые были когда-то вкусняшкой, а сейчас мы попробуем и скажем, ну, просто хлеб. Да, и не самый, наверное, вкусный. Это как раз, я, знаете, рассказывала, я сейчас напомню, о чём это был разговор, есть фестиваль «Московский завтрак», ой, вернее, «Московское чаепитие», я периодически о нём пишу. Это когда разным ресторанам, по желанию, кстати, если у вас общепитие, можете поучаствовать, ну, в Москве пока, выдали классный фарфор, очень такой старинный, красивый наш, прям, который мекой считается вот отличительной чертой «Московского чаепития» в красных тонах, и выдали рецепты старинной выпечки, которые подавали вот к этому чаю в 4 часа. Когда современные шеф-повара, которые очень хорошо делают макаронс и всякие разные меренговые рулеты, начали пытаться приготовить вот эти вот жёсткие, грубые калачи из какой-то полбиной муки, они поняли, что это, конечно, приготовить-то можно с их современными и оборудованием, и скиллами, но будут ли это люди есть, и да, допустим, мы можем это в рамках чаепития попробовать, ну что, о, вот так вот ели, вот именно по этому рецепту ели там в таком-то веке, ну прикольно, но будет ли нам это вкусно? Нет, потому что мы уже раскачаны, мы можем в любом каком-нибудь кофикс взять классный там морковный кейк, да, или там пай там с каким-нибудь кленовым сиропом, и для нас это вообще просто, ну, как бы будний день, он будет дёшево стоить, он будет вкусный. Мы очень сильно избалованы в этом смысле выпечкой, поэтому, конечно, такими вещами, которым радовалась какая-нибудь дворянка в 17 веке, боюсь, что нас уже не обрадовать. Давай обратим внимание на наш смс-портал. У нас такое количество рецептов, я понимаю, что читать нам, кстати, немножко страшно, но тем не менее. Вот Виктор из Пензе присылает рецепт своего бутера, его реально нужно назвать бутером, потому что это не бутерброд и не сэндвич. Берётся булочка пшеничная, круглая, большая, режется вдоль на две ровные части. Далее майонез, свежие огурчики кольцами 3-4 штуки, корейская морковь, долгстанская колбаса, сыр типа российского. Запиваешь большим бокалом чая с сахаром. Я это называю холостяцкое кафе. Практически хот-дог, да. Вот нам, кстати, пишут, что я родом из Ненецкого автономного округа. Любовь к рыбе со мной всегда, поэтому рыба на завтрак для меня лучшее начало дня. Да, вот нам Юлия написала. Вы где-то в душе сибирячка, либо действительно сибирячка, потому что вот эта книжка, которая у меня под рукой лежит, «Русский завтрак», те, кто там из сибирских регионов оставляли. Ненецкий автономный округ, как бы оно там близко довольно. Ну да. А они в основном говорили, что вот омлет с муксуном у нас это, да, в кашу даже добавляли, ну, естественно, в солёную. В Кусноярске вот нам прислали завтрак с муксуном, это прекрасно. Но, правда, готовит наш слушатель сам, поэтому он должен быть быстрый. Чаще всего это овсянка, геркулец или резанный овёс. Не всегда на молоке. Люблю иногда просто добавить ореховую пасту. А самый запоминающий завтрак изнедавний был в Новосибирске в ресторане «Жан Хуан Лу». Опа. Мы завтракаем гречкой с молоком плюс печенье. Кстати, эту традицию привезли из Адыгеи в Москву. Пожалуйста, конечно. Ну, завтрак на 1 января, это мы зря упомянули, нам тут пошли вот эти оливьешечки под шубонькой и так далее. А я с утра хинкальки поел, наш слушатель. Мы-то молодец. Тоже неплохо. Ну, получается, что вы, в принципе, в рамках традиций, потому что вы доедаете то, что обычно на ужин. Типа вы едите на завтрак то, что обычно на ужин. Как будто бы вам оставили. Вот из Туркменистана, в Туркменистан, Гонстантин наш слушатель постоянно. Утро. Туркменистан. Приезжает семья местных. Начинается. Они готовят плов, чебуреки с картошкой и виноградный компот. И это всё на завтрак, да? И это всё на завтрак. Знаете, ведь есть ли у нас такие регионы, где проживают народности, у которых в целом-то завтрака не было? То есть они вот как проснулись, на коня вскочили, на голодный желудок проскакали, весь день с кем-то повоевали, набег совершили, а потом вечером сели у костра и съели вот этот один огромный чпачмак с бульоном, дай бог. Плюс 7903-7976-333. Как завтракаете вы? Как хотелось бы вам позавтракать? Или какой завтрак вам запомнился наибольшим образом? Бизнес-новости под серебряным дождём. Утро под серебряным дождём. Завтраки обсуждаем, что, в принципе, логично для 8.30 утра московского времени 15 ноября, и к тому же с Дашей Косеновой. Спасибо вам за ваше сообщение. Очень много их. Очень тяжело читать их, тем, кто не завтракал, но давайте я тогда немножко об истории, пока мы здесь не захлебнулись. Перемены, когда наступили? Вот я говорила о том, как это было исконно, да, вот прям такой 17-й, скажем, век. Перемены наступают в том, как меняется вообще русский завтрак в 18-м веке, даже я бы сказала в конце 18-го века, потому что появляется образ жизни аристократии в городах, который связан не с физической нагрузкой. Вот и всё. То есть, получается, у нас есть какой-то распорядок дня, который предполагает службу, скажем, в каком-нибудь министерстве, ну и максимум вечерний бал, но не каждый же день, да, вот. И как мы сейчас сидим с телефоном или с компьютером, тоже люди сидели там, что-то выводили, писали, да, и так далее. И весь рацион обеспеченного общества постепенно, он как бы тоже, как бы, меняется, он становится легче просто, изящнее. Слушай, а не было здесь влияния той же самой Европы страшно, потому что об этом говорить, но тогда в плане истории... Когда кофе появился. Ну, конечно. И когда масло, как я уже сказала, масло перезапустило вообще всё понимание завтрака. Вот это так странно. Один продукт, да? Потому что появились вот эти булки. Всё как-то мы... Все эти калачи, как-то, знаете, это всё у нас было больше как баловство какое-то на ярмарке, я не знаю, там, ну, понятно, что хлеб, да, пекли и ели. Но так, чтобы булочка из кофе, это вот когда появился, собственно, сам кофе, а до этого и чай, который был далеко не сразу, и появилось масло. Потому что детям, знаете, так странно, я вот вычитала, да, детям давали чёрствую булку. Ну, в смысле, она не была... Заплесневелой, да. Да, она была подсушенная. Считалось, что это намного полезнее. И её снабжали маслом. То есть, с одной стороны, она подсушенная, с другой, а взрослые себе могли уже позволить какую-то более свежую испечённую. То есть, представьте себе, детям за столом свежей выпечки могли не дать, а взрослые её ели. Ну, для нас это странно. Мне кажется, сейчас любая... Ну, родители по-другому чуть-чуть рассуждают. Они свежего куска хлеба не пожалеют для ребёнка, да? Конечно. Или там булки. А себе возьмут то, что там со вчера осталось. Ну, по крайней мере, у нас так в доме. Но вот такая была история. Так вот, неожиданный поворот здесь как раз, о котором я говорила, нас настигает. Панорама Петербурга выдаёт статью. Это 1834 год. Там тоже у нас были такие лайфстайл-заметки, прямо как сейчас. Что-то вроде канала. О том, как принято проводить времена. И там пишется, что поутру, смотря по времени, кто когда встают в Петербурге, пьют чай, кофе, к которому подают что-нибудь хлебное. И между полудня и двух часов завтракают холодными закусками и рюмкой водки или вина. Заметьте, это не аристократическое застолье. Это просто еда более-менее обеспеченной публики. Но тут надо сказать, что завтрака было два. То есть первый где-то там 7 утра, когда вот как раз типа чуть-чуть наестся. Это уже перевернулось представление о завтраках. То есть не позавтракать перед тем, как пошёл в поле, да, или там поехал на охоту 20 верст сразу на полдня вперёд. А уже можно было себе позволить две трапезы. Как бы уже на европейский манер. Мы это наблюдаем, как бы, допустим, где-то в Лондоне, да. То есть немножечко перекусить в 7 там с чем-то, а потом уже в 12 как-то поплотнее и поспокойнее. Вроде уже что-то поработало, можно расслабиться. Нам сейчас, ну, современным горожанам, в принципе, эта политика близка. Ну, так многие, по крайней мере, завтракуют. СМС-общение, гречка со строчателлой и немножечко пармезан. Да вы эстет. Однозначно, Илья. Кстати, мы, судя по всему, однофамилия. Мне поразило, вот из этой книги самый странный доп каши был. Это маринованный крыжовник. Это было где-то на юге. Ну, да. То есть взяли крыжовник, замариновали его и добавили в качестве солёного допа в солёную кашу. Это, конечно... Интересно. Не то, чтобы вчера выдумали, так делали. Так делали и очень давно. Слушай, вот я смотрю на СМС-сообщение. Очень многие, конечно, спрашивают, задаются вопросом, так обобщая, то, что пишут наши уважаемые слушатели, как же яйца? Уже основным рационом у многих на столе всё-таки остаются яйца. Варёные. В форме яичницы. Яичницы самых разнообразных. С колбасой, помидорами, луком. Тут вообще... Рецептов лучше не читать. Вы знаете, яйца, это для нас вот сейчас что-то такое недорогое. Ну, хотя там у Фохум Хао, понятно, что, да, с учётом того, что на них очень сильно растёт цена. Но, короче, сейчас это как приемлемая история. Раньше, если у крестьянина было яйцо, ну, скажем, у хозяйки, да, крестьянское было яйцо, вряд ли она его сварит и подаст вот так. Она скорее использует... Скорее всего, она её использует для выпечки, да, чтобы сразу с одного яйца накормить всю семью, потому что вообще, в принципе, яйца были, ну... Дорогим удовольствием. Ну, достаточно, да. Вот эта же сказка тоже о том, что яичко непростое, золотое. Некоторые историки считают, что там просто очень много разных версий, почему так вот эта сказка строится, почему оно золотое. Некоторые историки считают, что оно в прямом смысле золотое, что оно просто дорогое очень, ну, то есть редко на столе бывает. Курицы-то были очень худосочные, их специальными кормами... Для них не покупали специальные кормы, там, не откармливали как-то. Они ходили там ель-еле такие доходяжные, худые курицы, совершенно не похожи на те, которые сейчас. И, соответственно, и вкус их был совсем другой. Бульон на них был совсем другой. Вообще, кстати, замечали, что вот говядина, да, мы об этом, если будем говорить отдельно, вот даже в... Ну, как бы, кто помнит Советский Союз, нас наверняка слушают люди постарше, вот раньше возьмёшь кусок говядины, вот сколько ты его будешь варить? Да дофига ты его будешь варить! Устанешь! Не столько часов, конечно. А сейчас, вот я, допустим, покупаю говядину в магазине, режу её, ну, она и так-то уже, в принципе, почти порезана, да? Кидаю, типа, в суп и ожидаю от неё, что она там через 15 минут у меня точно будет готова. У меня будет уже, вот он, бульон, только его надо осветлить, всё. Почему так происходит? Ну, потому что у нас есть камеры сухого возревания, у нас, в принципе, другие породы уже коров и так далее. Вот то же самое с курицей. Если курица снесла яйцо, кормилица моя, это было классно. Это не то, что они там просто по заказу, по щелчку пальцев такие, знаете, каждое утро. Вот, поэтому яйца, да, яичница, болтуни была всегда, но это уже скорее у кого деньги были или у кого какой-то праздник. Вот, это уже аристократическая история. Ну, не то, чтобы аристократическая, но это уже зажиточная история, когда они были на столе. Вот что тут надо понимать. Вот там пишут, доброе утро в Казани, иногда на завтрак едим, так мычлы аж. Надеюсь, правильно прочитала. Это куриный супчик с домашней лапшой. Очень хорошо. Казань меня, все, вы меня раздразнили. Переходим к Казани. Давай. Что мне очень сильно понравилось. Там недавно, в Казанском Кремле, открыли как бы кофейню, получается, аулак это называется. Аулак это такое слово, если мне правильно его перевели, то это как бы домашние посиделки в татарских селах, где юноши и девушки встречаются, чтобы вместе поработать, а в перерывах играть в игры, знакомиться и всячески веселиться. Короче, полезное с приятным. И там есть сет-меню на двоих завтрака. Для тех, кто, допустим, только что ворвался в Казань и хочет ее быстрее посмотреть и как-то проникнуться, уже начинается с Кремля, скорее всего, там же можно понять, что такое татарский завтрак. Я не знаю, сколько сейчас стоит этот сет-меню на двоих, но на заре, когда они открылись, он стоил типа 2 500, но там целый стол на двоих накрывается. Итак, что туда входит? Домашняя яичница с томатами и печеными перцами, колбаски из индейки, дачный салат из огурцов и томатов, мягкий молодой сыр, кабачковая икра, запеченный баклажан с каймаком, каймак отдельное блюдо во всей этой истории, вот этот писк сейчас, это Андрей Осипов издает, это не я, оладьи из печи с каймаком тоже, опять же каймак сопровожает, балмай, это десерт, приготовленный из сливочного масла, взбитого с медом, корт, сушеный татарский творог, каймак отдельно, каймак везде вообще, ну типа на завтрак, каймак еще пытается отдельно, что-то между маслом и сливками, я поясню это такое, также идет домашняя лепешка, ну конечно, куда же без хлеба, пышки, три вида варенья и татарский чай, это вот татарский завтрак, но это не значит, что сейчас каждая семья в Казани, которая нас слышит, так завтрак, я бы сказала, что это такой, вы меня поправьте, пожалуйста, я очень просто люблю Казань, такой теплой любовью, и традиции ваши очень люблю, я так понимаю, что это вот когда семья вся собирается, ну то есть большая семья, вот она собралась, вот какие-то из этих блюд у вас как бы стоят на столе, и стоят ли они сейчас, вот мне что интересно, каймак у вас стоит. Это правда интересно, ну вот про современные завтраки, например, Вероника нам пишет, завтраки главный прием пищи за день, который должен насыть, дать энергию на день, поэтому в нашем завтраке много белка, очередуем говяжий язык с кашей и свежими овощами, омлет с молосольной рыбой, яйца, вареные креветки с ягодами, овощи, сырники и так далее. Издевайтесь, конечно. К слову о гречневой крупе в итальянском языке, эта крупа называется грано сарачено, вот, это видимо аналог как раз таки итальянской этой крупы, нету специальности. Нет, ну гречневая, понятно, что она в Европе тоже была, в Европе у нас много чего не было, пока к нам завезли картофель, пока к нам завезли томаты, между прочим, итальянская паста первоначальная, то, что вообще итальянцы под пастой понимают, там никаких томатов-то и томатной пасты не было, ну просто в Европе не было томатов тогда. Она первая, она появилась, это просто, считай, то, что мы называем макароны, ну то, что они называют паста, паста, с перцем и с какими-то, ну условно сливочными такими, с сливочно-сырным соусом, ну что-то в этом роде, короче, если очень сильно упрощать. И она острая достаточно, кстати. Гречка в Китае, она пишет, называется черный рис, ну тут я позволю себе не согласиться, все-таки черный рис есть отдельно, есть просто черный рис, который сам по себе темный, и это совсем не гречка, это абсолютно другое, в общем-то, другая культура. Вот опять же, пока до нас доехал рис, вот именно. А Алексей Русич нам пишет, что ох, как Фобо на завтрак во Вьетнаме залетал, как же было вкусно. Мы, конечно же, поздравляем тех, кто вынужден запоменять маршрут, чтобы заехать за кофе с круассанами, это приятно, значит, мы действительно неплохо рассказываем. Мы стараемся, да. Кстати, про Фобо, меня всегда, если честно, больше всего восхищало, как маленькие дети сидят его и едят. Ну, то есть, понятно, что у них немножко другая генетика в плане восприимчивости к острому, да, и вот к такой продуктовой базе. Когда сидит двухлетний ребёнок, я просто сейчас представляю, что вот будет, допустим, с моей, если как бы в три дать Фобо, ну, во-первых, она его есть не станет, ну, потому что другие раскачаны. Мы пока ещё не раскачали так рецепторы, и раскачаем, ну, может быть, типа к двадцати, вот так вот, когда Фобо станет вкусным. Но это очень удивительно. Маленький двухлетний ребёнок, наворачивающий вот эту вот острую массу. Ну, ничего, нормально. Ну, вообще, детям острое нельзя. Может быть, это вьетнамский ребёнок. Я тебе говорю, какие? Каким детям? Вьетнамским детям, видимо, можно. То есть, они как бы, ну, это способ выжить такой. Тайским. Ну, я думаю, вот всем там, кто в стороне Азии находится. Я вот по истории остановилась на вот этой истории с что пили, чем запивали, да? Так вот, оказывается, что Москва в тот момент не отставала от столицы. Я когда говорю столицу, я имею в виду Петербург, потому что о каком времени мы говорим. И там есть, до нас дошли какие-то меню уже того времени. Так вот, 1911 год. Такой, знаете, был ресторан, напротив Манежа располагался. Он подавал завтрак из двух блюд. Это была закуска, даже горячая, по-моему, еще плюс с шлодопом, горячая или холодная. Так вот, туда можно было выбрать опционально либо графин водки, либо кофе, либо бокал пива. Вот где-нибудь, какой-нибудь завтрак был без графина водки, а? Я тоже удивлюсь. Ты вначале когда говорила, я говорю, вот точно, сейчас будет водка. Притом, эта порция сейчас, то, что я сказала, это на одного. Это сет на одного. Два блюда, графин водки и закуска. Вот печень-то была у людей. Вот честно. Надо полагать, что это был какой-то недорогой. Это не то, что там типа двое господ после бани в Пушкин сходили типа выпить. Да нет, не так. А просто вот, ну, как человек вот к 12 захотел поправиться. Ну, надо понимать, что у них и стиль жизни был немножечко более расслабленный, наверное, чем у обычного офисного работника сегодня. И поэтому они могли себе позволить 12 уже пить графин водки. Мисс Здрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Кирилл из Ярославля прислал нам следующий рецепт. Завтрак. Замоченный с вечера голозерый овес в блендере с бананом, овощами, зеленью и ягодами. Страшновато звучит, да, на первую. А что за зелень используете? Самую разную. Я знаю, что прям самую разную. Просто мне кажется, что там какого-то определенного типа только подойдет. А-ля там сельдерей может какой-то. Скорее всего. Укрушка и петроп. Укрушка, да. А Диана вот там пишет, не сладкая каша, это любовь с сыром, томатами, тунцом, да много с чем. Главное без варенья и всякого такого. Буквально действительно несколько лет назад повсеместно в больших городах, в городах чуть поменьше, шеф-повара начали вспоминать, что оказывается такая есть, это нормально. И каша не должна быть сладкой. Ее начали дополнять пармезаном и всякими разными. Кстати, сыр. Ребят, вот про что не рассказал. Думаю, про что забыла. Сыр. Вот для нас сейчас сыр это тоже одна из основ завтрака, да? Но в мышлении россиянина, особенно тех людей, которые еще помнят Советский Союз и как-то его вот эту вот посткультуру, для нас сыр это равно завтрак, потому что равно бутерброд, потому что для нас сыр это скорее всего в представлении как бы нечто, что надо резать на тонкие куски. Для бутерброда. Это дополнение к чему-то обычно. Ну да, либо это уже сразу порезанное кусками, если бы миллениал. Но такого и раньше-то и не было понимания, а сейчас оно только-только зарождается, что сыр это какими-то немного другими кусками, и это вообще как бы к вину, и оно просто должно лежать на столе. Ну то есть оно может быть вот, знаете, просто отломанным, как мы отламываем хлеб, можно его отрезать, можно отломить. Ну вот. Точно так же и сыр может просто так же быть отрезан или отломан, и в общем это не обязательно к бутерброду. Он самодостаточный. Да, он самодостаточный. Это на самом деле отличие советского человека, ну вот именно нашего такого мышления постсоветского, что для нас это вот куском и к бутерброду, потому что не было на самом деле особо такой традиции, как вот действительно взять какой-нибудь пармезан, да был ли он там еще, да, пармезан? Это твердый сыр, я имею в виду. Российский, сливочный, по-моему, еще был прибалтийский и колбасный. Колбасный, о да. Круглый, помните, который был как батон колбасный? Это прикольный, да, был. Сейчас, кстати, только в Беларуси делают такой более-менее приличный, насколько я знаю. Да, и что-то там потереть в кашу себе этого твердого-твердого сыра, которого, собственно говоря, и не было, такого, ну, не знаю. Но зато были салаты, куда шел тертый сыр. Это советское, но это уже изобретение, знаете, это уже было снизу, шла это как бы мода советских хозяек. Потому что представьте себе, что у вас очень мало продуктов, а стол как-то накрыть надо. Поэтому порубить томаты, замешать туда майонез и добавить туда тертый сыр, ну, и вот тебе и салат. А сырок с чесноком? Или сыр с чесноком, да. Вот это сырочек с чесноком, да, еще с помидором. Так что тертый сыр, в принципе, был хорошим. А баклажанчики, а баклажанчики с сырной начинкой с чесноком, вот эти вот рулетики, эти обжаренные, это же тоже классика, хотя это советская, скорее, классика. Но если мы говорим там про какой-то все-таки 17 век, я вот вообще никаких упоминаний о сыре в завтраке не нашла. А, еще был голландский сыр, вот продавали под видом голландского. Правда, к настоящему голландскому сыру он не имел никакого отношения, о чем я узнал уже только в 90-е. Потому что в самой Голландии голландский сыр, ну, как бы даже если есть, то вкусовые характеристики он некоторые другие имеет. Ну, что касается сыра, я вам как-то рассказывала, когда нас привезли на огромную ферму производители номер один сырого молока, в том числе сыра, и выставили и гастрокритиков, и людей, которые считали себя экспертами, дали попробовать разные сыры вслепую и сказать, какой из них российский, а какой из них, скажем, там, швейцарский. Половина ошиблась, даже большая часть. Не было ни одного, кто бы угадал. Даша Касьяна, спасибо тебе большое за этот вкусный час. Спасибо. Попрощаемся мы с Татьяной Кутиной. Татьяна, спасибо тебе. Спасибо вам огромное за такую чудесную компанию с утра. Дальше у нас программа «Все, что движется». Спасибо.